В студии Ирина Рогозянская. Это Добрый день на седьмом. И вначале хотелось бы представить наших замечательных гостей. Вот тема эфира сразу станет и понятна. Алексей Ботвинов, пианист, президент фестиваля Одесса Классикс и Вадим Бондарь, меценат проекта Одесса Классикс. Ну и с такими замечательными людьми мы, конечно же, будем говорить о культуре, о культуре в Одессе. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот Одесса у нас прославилась на всю Украину как культурная столица. Насколько это правдиво и так ли это на сегодняшний день? Да, я думаю. Нужно делать больше. Что мы точно стараемся как-то делать. Что вы скажете, Владимир Владимирович? Да. Алексей Иванович очень правильно сказал, что Одесса это не город украинского значения, это город мирового значения. Потому что из Одессы вышло очень много знаменитых людей. Не только в области музыки, но и литературы, искусства. И, к сожалению, в последние годы Одесса потеряла в какой-то степени свой статус. И я считаю, что Одесса достойна намного больше в плане культурной жизни, в плане экономической, оно все взаимосвязано. Поэтому некоторое время назад нас это и в какой-то степени сподвигло начать осуществлять те проекты, которые сегодня пользуются успехом. Но вот вы человек деловой, бизнесмен. Почему именно музыку решили вкладываться? Почему решили поддержать именно этот проект? Вы знаете, это не было спонтанным решением. Я очень много лет поддерживал способных ребят, которые учились в консерватории. Они ездили в различные конкурсы, занимали призовые места. Я действительно получал от этого удовольствие, потому что была возможность поддержать талантливых молодых ребят. А когда нам удалось с Алексеем Ивановичем обсудить и дать первый импульс тому, что одесситы знают, как Одесса классикс, мы получили какой-то такой обратный, возвратный импульс. Это энергия, которую одесская публика, замечательная публика, в свое время она была избалована. А когда мы видели эти глаза, довольные, захотелось это все продолжать. Давайте немного вспомним о тех двух годах, когда уже проходил этот фестиваль. И напомним телезрителям, а может быть кто-то и не слышал еще об этом фестивале, что же там происходит и как в предыдущие годы это проходило. Знаете, вот у меня была эта идея, что Одесса нуждается в таком фестивале классической музыки и вообще искусств европейского уровня, который должен быть сделан по тем трендам и как бы лекалам, которые существуют сейчас реально в мире, которые считаются правильными, наиболее топ, верными решениями. Чтобы к нам приезжали действительно реальные звезды, чтобы были какие-то вещи, которые и были бы новыми для нашей публики. И вот после того, как я долбился в разных кабинетах, стучался, и все время говорили, что сложно, сложно, потом нет денег и так далее. Решил, что нужно начать это делать просто самому и с помощью каких-то людей, просто личностей, неравнодушных культуре. То есть вот эта связка артиста и, скажем, мецената, она ведь существует, ну, грубо говоря, как минимум с эпохи Возрождения. И вот в этом сотрудничестве рождались очень многие шедевры, очень многие важные проекты. Сейчас уже потихоньку начинает нам помогать и государство, это здорово. Но начиналось все именно вот в первую очередь с таких людей, как Вадим Рантинович. И без этого ничего не было. Что удалось сделать? Удалось сделать за два года очень много. На самом деле фестиваль Одесса Классикс, он происходит вторую неделю июня. Традиционно он уже был два раза. И вот второй фестиваль вот в этом июне, он уже, я могу совершенно точно сказать, это высокий, достойный европейский уровень. Все те, вот, допустим, специалисты, которые приезжали на фестиваль посмотреть, это и пресса, и журналисты, и политики европейские в полном восторге. И сейчас, как бы, рассказывают дальше об этом фестивале. И есть полные предпосылки говорить о том, что в 2017 году, вот, в июне, фестиваль, который уже будет не пять, а семь дней, потому что такое достаточно серьезное... Приоткрываем немного занавеси. Да. Он будет действительно таким, ну, не только заметным в культурной жизни страны, это само собой, но и Европы, и вот Черноморского бассейна. Кроме этого, вот, была идея, вот, эта идея была точно, вот, совершенно рождена вдвоем, вот, с Владимиром Владимировичем, о том, что кроме фестиваля, вот этого самого топового события, внутри года должны происходить несколько событий тоже очень высокого уровня, которые бы происходили под шапкой Одесса Классикс, но были бы какими-то такими яркими очень событиями. Вот. И вот был проект год назад «Музыка любви», где фортепианное музыкальное сопровождение оркестра сопровождалось видеоинсталляциями, современным светом. Это было такой, наверное, хорошей сенсацией. Вторая часть проекта вышла несколько месяцев назад «Музыка любви. Продолжение четыре стихии». Ну, был переншлаг, и, ну, мне кажется, что это очень здорово. В всяком случае, в таком формате никто не представляет классику, не у нас, и мало кто в мире. И вот у нас есть желание расширять. Вот мы будем показывать этот проект в Киеве 1 марта, в Национальной опере. И вот мы надеемся, что это будет действительно вот уже для всей страны такое яркое культурное событие. То есть я правильно понимаю, собираетесь выходить за пределы Одессы и знакомить с этими проектами не только наш город, но и другие. Да, все правильно. Я хочу добавить, что сказал Алексей Иванович. У нас, к сожалению, большинство людей, которые живут в городе, они не имеют возможности видеть вживую те концерты, которые, например, вижу я, или видит Алексей Иванович. Потому что мы много ездим. Он ездит по своей творческой деятельности, я езжу по бизнесу и всегда стараюсь попасть на какие-то знаковые концерты музыкантов любых джазов, классических. К сожалению, в Одессе не все люди могут это увидеть. Хотя в Одессе очень любят музыку. Очень. У нас замечательная публика. Мы можем вернуться в историю Одессы, вспомнить, кто Одессу по сути создал. И этот город пропитался, наверное, от самых первых своих камней вот этой вот культурой и действительно высоким уровнем. Поэтому Одесса заслуживает, как любой другой, наверное, город, но Одесса в большей степени заслуживает иметь насыщенную, качественную культурную программу. Причем это может быть и зимой, и летом. Не важно, не зависит от сезона. И частью вот одной из таких частей нашей мотивации с Алексеем Ивановичем это было сделать эту площадку, Одесса-классик с международной площадкой, куда бы приезжали звезды. Потому что когда звезды приезжают с транзитом по всей стране, с, так сказать, гастролями, это совершенно другое. В данном случае мы их приглашаем, чтобы они выступали со сцены. До недавнего времени это была филармония, потом был концерт на колоннаде, который тоже был уникальным. Такого не было еще в истории в Одессе, пожалуй. Три часа или три с половиной часа люди стояли и не хотели расходиться. Не хотели расходиться, потому что есть отзывы просто от людей, которые, то есть, это сложно передать словами, нужно присутствовать. Вот, и насколько я знаю, вот Алексей Иванович меня обрадовал совсем недавно, что Одесская опера, наконец, предоставит тоже свою сцену для нескольких вечеров в формате следующего фестиваля, который состоится летом 2017 года. Что важно? Важно то, что фестиваль строится очень правильно, очень основательно. И уже вот эти два фестиваля, которые были проведены, они показали, насколько качественно организаторы подходят к каждому вечеру, к каждому выступлению. Это оценили наши гости, потому что приезжали люди, которым есть с чем сравнить. Это люди были и из Европы, и из Америки, и из Азии, и они находились рядом с нами. То есть не надо было слов их слышать. Можно было видеть просто выражение лица, когда на колоннаде появлялись различные изображения, которые абсолютно в гармонии сливались с музыкой, которая звучала со сцены. И замечательный оркестр, их было несколько, собственно, оркестр. Да, было два оркестр. Было два оркестра, которые изменяли друг друга. Поэтому вот это все, это как раз и есть тот проект, я должен сказать, что это не бизнес-проект. То есть на данный момент это неприбыльное абсолютно предприятие. Скорее даже... Это очень прибыльное. Прибыльное в духовном плане. Да, в духовном смысле. Это наш подарок городу, и мы уверены, что это очень... Прекрасный подарок. Просто к чему хочется стремиться. Я вот после первого фестиваля, успешного, на мой взгляд, очень успешного, я Роксию Ивановичу сказал, что нельзя останавливаться. Мы должны не просто расширяться, мы должны идти выше намного. То есть нельзя повторяться. Нужны новые произведения, нужны новые лица, нужен новый формат, нужно расширить рамки. И Иванович согласился. Ну вот, и, коль вы уже сами так подвели к этой теме, очень бы хотелось узнать, что же ждет Одессита в 2017 году, какие, возможно, известные имена посетят Одессу, и немного приоткрыть эту ширму. Я вот действительно немного приоткрою, потому что, как бы, да, должна быть еще какая-то интрига. За интригуем. Да. Ну, во-первых, дата известна с 7 по 13 июня. Это будет неделя, 7 дней. Будет много мероприятий. Будет, кроме нашего традиционного основного партнера, зала филармонии, будет и оперный театр, будет и, конечно же, open-air на Воронцовской колоннаде, рядом с Воронцовской колоннаде, где тоже будет использоваться, конечно, вот наша уже фишка, это видеоинсталляции, возможно, 3D-мэппинг, свет, апартитура. Это будет абсолютно бесплатный концерт, как традиционно. Я могу сказать, что программа будет действительно звездная, и вот открывать фестиваль будет Даниэль Хоуп. Это скрипач, который входит в пятерку лучших скрипачей мира. Достаточно сказать, что в прошлом году он получил Европейскую премию по культуре. Это Оскар. Думаю, все, кто знаком с музыкой, классическим, со сердцем ее икоток. Да, это действительно реальный Оскар. Вот он был признан лучшим музыкантом Европы. Он никогда не был в Украине. И это совершенно фантастически, просто фантастически гениальный, абсолютный музыкант, личность. И я очень рад, что я буду вместе с ним на сцене. Мы будем вдвоем открывать фестиваль Диаса Классикс. Я думаю, это событие для всей Украины. Я уверен, что приедут люди из разных городов, чтобы послушать этого Даниэль Хоупа-Скрипача. Но у нас еще много припасено прекрасных сюрпризов, которые мы будем потом рассказывать, что будет еще в программе. Кроме выступления в Киеве, до начала фестиваля будут еще какие-то проекты реализовываться у нас в Одессе. Знаете, будет еще один очень яркий проект. Я о нем, ну, не скажу, но будет он. Не скажу. Он пока в процессе. В процессе. Будет еще как минимум один такой сенсационный проект, который будет как бы прелюдией к фестивалю Диаса Классикс. Я могу через месяц уже точно сказать, что. Я хочу добавить, что мыслей и задумок у нас очень много на самом деле. И вот Алексей Иванович иногда меня даже пытается сдерживать. Я провоцирую, но думаю, что вот в этот наш гармоничный такой творческий союз было бы интересно и полезно, если бы к нам присоединились какие-то неравнодушные люди. Мы всегда будем рады общению с людьми, которые могут привнести какую-то свою толику и внести какие-то идеи, помочь, поддержать. Потому что, понятно, есть финансовая сторона, есть организационная сторона. Я могу сказать, что за подобный проект не стыдно. И мы не просто не останавливаемся. Мы будем каждый раз делать какие-то большие сюрпризы для одесской публики. Не только одесской, поскольку для Киева это тоже, я думаю, знаковое событие. Я думаю, что такая музыка в таком формате не звучала никогда со сцены киевской оперы. Но, как Алексей Иванович сказал, у нас есть мысли и есть желание замахнуться еще на более широкие форматы музыки. Я хотел бы обратиться действительно к каким-то людям тоже из сферы бизнеса, возможно, неравнодушным. Присоединиться к нам, чтобы все вместе делать какое-то такое, я уверен, очень важное дело для будущего Одессы. Потому что Одесса это во всем мире бренд культуры. И те люди, которые сюда приезжают в фестиваль, они потом... Их пропаганда, она бесценна. Вот те люди, которые приехали в июне, я слышал, что и как они говорят об Одессе, не только о культуре, или вообще о городе. Это то, на чем наше будущее будет стоять. Будет развивать Одессу. По всему миру о ней будут говорить. Это очень здорово. Я надеюсь, что это все удастся. И что сейчас наши телезрители, у некоторых из них зажегся этот огонек в сердце. Они захотят присоединиться, приобщиться к такому прекрасному делу. Ну, а я напоминаю, что у нас в гостях был Алексей Ботвинов, пианист, президент фестиваля Одесса Классикс, и Вадим Бондарь, меценат проекта Одесса Классикс. Спасибо, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали об этом проекте. Было очень интересно вас послушать. Ну, а в студии работала Ирина Рогозянская. И до новых встреч.